на улицу выйти в россии просто в прошлом десятилетии можно было в этом уже как бы не некому выходить сидят молча и стараются просто выжить как бы не попасть в тюрьму сейчас к сожалению ничего хорошего как бы не видим впереди даже если война кончится и даже если там после путин что-то начнется мне кажется что ничего хорошего не начнется нет материала из которого там началось что-то хорошее а материал из которого началось что-то плохое там вы смотрите канал freedom мое имя сакена и мурзаев это проект люди доброй воли гости нашей программы где и как могут поддерживают украину в ее героической борьбе против российской агрессии и сегодня я хочу представить нашего гостя это художник и активист артем лоскутов артем лоскутов российский художник родился в 1986 году в новосибирске высшее образование получил в местном физтехе идеолог первомайских протестов с транспарантами монстрации в начале двухтысячных и дубинописи своего уникального стиля написания картин полицейской дубинкой при помощи искусства выражал протест против действий властей выступал против произвола силовиков неоднократно задерживался и преследовался по уголовным статьям по сфальсифицированным обвинениям осудил войну россии против украины живет в латвии здравствуйте артем приветствую вас спасибо что нашли время подключиться добрый день мы все под впечатлением последних новостей убийства гибели алексея навального уильям хард мак николс это американский священник и иконописец обнародовал свой свою икону алексея навального но пока это такой образ аллегорический образ его как мученика как вы думаете он стал иконой даже если не просто как картинка иконой героем стал безусловно конечно сейчас прямо на наших глазах культ создается я наблюдаю затем затем что происходит вокруг смерти вокруг похорон вокруг того что люди пишут о своих эмоциях о своем состоянии ну это конечно безусловно подавленности конечно это серьезный моральный удар потому что многие возлагали надежды с одной стороны с на на этого человека навального то что он может изменить каким-то образом страну с одной стороны с другой стороны мне это кажется конечно грустным потому что человек три года сидел в тюрьме ничего она тогда сделать не мог и как бы если это наша единственная надежда если она так деморализует страну но это к сожалению говорит о том что больше особо как бы повода для хоть какого-то оптимизма не остается да вот ощущение у всех сейчас такое мне кажется но вот как мне иногда кажется что знаете как один был такой сверх человек теперь нам захотелось многим чтобы был второй это его жена и вдова юля это существует такое вот зацикливание мне кажется что здесь уже как был не логика действует люди руководствуется не логикой да какой-то своей нездравым смыслом а именно религиозными соображениями как бы надежды на чудо то как люди пишут что я не верю что он умер я сейчас жду что он там откуда-нибудь выпрыгнет с шутками и скажет ха ха мы всех обманули и потому что такого просто не может быть чтобы он умер потому что если он умер то все конец как бы кранты как бы мы сейчас посыпаем голову пеплом тоже ложимся помирать потому что вот он у нас был такой супергерой как бы да сидел в тюрьме и и мы надеялись что он оттуда что-то сможет сделать мы отсюда ничего не можем делать а он оттуда обязательно что-то сделать потому что он у нас сверх такой часть верх человек ничего не боится вот мне кажется что такое мнение популярны и она к сожалению свидетельствует о том что ничего хорошего нас не ждет но как может выглядеть борьба сейчас в моменте три года он был просто в заключении до этого много лет все что он делал не приносило видимого результата как вы думаете теперь как это может быть по поводу не приносило наверное это дискуссионный вопрос то есть мне кажется все таки что он своим примером давал ну какой-то ориентир для других политиков для общественных каких-то ну я не знаю движений для того чтобы что-то просто у кого-то появлялась какая-то инициатива что-то сделать потому что то есть навальный он там смог как-то что-то организовать ну хотя бы свои вот эту свою сеть штабов набрать себе сторонников построить выстроить механизмы существования политика там со сбором донатов и со всем остальным до него это было как бы сложно представимо в россии даже когда он начал там свою там 10 лет назад свою деятельность с этим с фондом со сбором пожертвований на деятельность этого фонда это даже тогда выглядело типа как бы неужели у него получится вот даже хотя бы так неужели его будут русские люди поддерживать там тысячу рублей ему отправлять на то чтобы он там с путем боролся оказалось что да оказалось что это работает и там за ним не знаю там какие-то небольшие компании локальные там не знаю муниципальные депутаты кто то еще как бы все смотрели на него верили в свои силы и и думали блин да он же как бы вот он смог и я смогу об этом в этом смысле да как бы я не про ощущение каких-то глобальных изменений а скорее про то что вот есть человек у которого что-то получается как бы он очень сильно популяризировал занятия политикой россии он смог вовлечь в то чтобы люди интересовались политикой и молодежь как бы подростков да и как бы старшее поколение там и среднее всякое разное и в этом смысле конечно много сделал мне сложно представить как то что что-то что-то кто-то будет делать дальше но я прекрасно вижу как многие люди вокруг заняты именно но созданием культа как бы плакиванием плачем плачем заняты такие вещами ну то есть как бы буквально ну вот создание мемориалов там и все остальное и ну я не знаю ну а ведь это же единственный единственный способ хоть как-то высказаться принести эти цветы к абстрактному памятнику да это память безусловно в наших городах они но и эти памятники просто камни чаще всего я просто ну был на одну на одном из таких мемориалов и испытал эмоции достаточно грустно вы бы видели больше какие-то позитивные акты как это позитивный способ не оплакивания наоборот движения да вот вот в этом смысле то есть не знаю вышли бы на улице все забастовки бы устроили это было бы более ну условно условно да не знаю посольство бы какой-то разгромили ну что-то хотя бы что что-то в чем чувствовалось бы хоть какая-то сила хоть какая-то угроза хоть какая-то хоть какое-то будущее сейчас к сожалению ничего хорошего как бы мы не не видим впереди вы тоже артем сами к и в силу своего пути в искусстве взглядов человек пассионарный были можно сказать что вы успокоились это наверное как бы нейтральное описание того что происходит я чувствую что может быть время прошло то ток то мое время когда все эти акции имели я не знаю насчет смысла на вес какой-то да а дальше 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 времена меняются ты понимаешь что ты не можешь действовать так как раньше условно говоря не знаю девятнадцатом году последняя монстрация прошла в 20 началась корона и вот она все никак не закончилась как бы мы понимаем что даже просто сейчас на улицу выйти в россии просто просто в прошлом десятилетие можно было в этом уже как бы и некому выходить да все разъехались кто выходил и а кто не разъехался тот я не знаю как вообще сидят молча и стараются просто выжить как бы не попасть в тюрьму по по не давать повода для того чтобы тебя посадили дашь общий знакомый журналист роман супер он ведет телеграм и постоянно выкладывает ему присылают принты граффити все что люди народное творчество да как люди протестуют против войны сейчас он этого делать меньше в начале очень много делал и какие-то даже какой-то нет в обли то что делает филипп козлов из рассилования у меня было ощущение что ваша монстрация она просто растворилась во всей стране она теперь не ходит одной колонной она ушла туда вот в эти регионы где остроумные люди вот так выражают свой протест вы как этому относитесь ведь много этого есть продолжается понимаете когда монстрация проходила так как она проходила можно было прийти на улицу увидеть вокруг себя людей которые видимо с тобой на одной волне увидеть что вас хотя бы сегодня хотя бы один день вас город и общество и страна терпит и вы можете идти по не знаю по крещатику например да или по нашему новосибирскому крещатику и говорить то что ты хочешь говорить если хочешь говорить бессмыслиться хочешь говорить абсурдные вещи избивающие с толку ментов как бы пожалуйста мы как бы выбили себе это право там после каких-то задержаний там скандалов как дел уголовно да теперь хотя бы мы можем ну собраться на такой вот праздник праздник в общем ну в каком-то смысле это праздник и был когда ты среди всего того что у нас есть да являешь себя такого как бы не желающего в потому что мы часто вписываться и вообще как бы вещающего какую-то альтернативную как бы точку зрения сейчас я смотрю на эти картинки я понимаю что ну ты не можешь даже даже как бы в руки взять этот плакат тебе надо писать его где-то там на столбе чтобы тебя не дай бог там никто не запалил как бы не сфотографировал не настучал и ну растворилась да с одной стороны наверное наверное как как бы дала какие-то свои плоды там не знаю может быть портновила каких-то художников на действия или может быть и не художников активистов как бы об этом можно говорить но роман супер тоже тут рядом находится 15 минутах ходьбы наверное от меня мне сложно видеть в этом такой оптимизм какой видит рома в этих надписях на лавочках вот вы говорите вдохновил кого-то из художников активистов они остались вообще художники активисты в россии и на свободе кто-то на свободе пока кто-то попал под уголовку и сидит теперь тихо и страдает молча ну как представить чек когда ты всю жизнь занимался этими высказываниями а сейчас тебе надо заткнуться потому что как бы если не заткнешься вот уже как бы под уголовка дальше ты сядешь и если бы ты сел до войны у тебя какие-то еще шансы были бы на общественное мнение на защиту на внимание прессы на что-то еще а сейчас ты как бы не рассчитываешь на сейчас ты понимаешь ты сядешь и сядешь как бы и никто про тебя никому про тебя даже будет написать и никто к тебе на суд не придет потому что адвокатов уже там тоже все наверное кто-то сидит и анонимно действует делает занимается какими-то проектами по эвакуации людей из россии например ну вот это активизм активизм конечно да ну он такой уже выживальческий анонимный активизм артем а почему латвия вот я когда думал о вас но все-таки путь художника который уезжает вы не первый проходите но едут обычно в какие-то такие центры тем более знаю точно что вы делали это какой-нибудь берлин просто вот плачет по вам почему в латвию вы уехали я как бы вынужден иммиграции оказался да не совсем как бы мог выбирать особо да и когда началась война я был в таиланде ну я понимал что там оставаться тоже наверное не вариант обратно ехать я я решил что не поеду в россию в латвии оказался потому что правительство латвии пригласила сюда не совсем меня но косвенно и меня тоже тут моя жена журналист и когда журналист бибиси русской службы все понимали к чему идет как бы ситуация со сми в россии с блокировками и бибиси была был вариант как бы что правительство латвии пригласила их работать сюда в ригу как и еще несколько сми потом правительство латвии поменялось как оно часто делает и нас уже здесь не так ждут как бы но все еще терпит вот просто ну это как бы у чек с русским паспортом вариантов получить какую бы то ни было визу на европейскую не так много у меня был вариант получить визу в латвии а вот эти программы для художников для людей искусства для они существуют сейчас но для россиян есть программы по его по эвакуации во францию франции кто-то уехал кто-то уехал в германию ну везде свои везде свои есть минусы плюсы сложности и просто дороговизна жизни в америку жить на что там жить а вы как-то интегрируетесь ну вот не знаю в латвии же есть там своя среда или в основном тоже как многие уехавшие россияне кучками со своими к своим со своими тут есть ну в силу того что сюда перевезли переехали ну может быть пара сотен журналистов плюс-минус там вместе с членами семей как бы здесь в ригу то здесь есть как бы как бы журналистка среда она как в москве была плюс-минус там не знаю у меня в твиттере была половина этих людей так и они сейчас оказались в риге и ну как бы между собой все общаются есть русские чаты на те же там пару сотен человек есть группы людей которые приехали раньше там с 14 года и может быть еще раньше и которые здесь хорошая эмигрантская русская группа обычно это какая-то какие-то истории про приколы там да про ватников про все такое здесь очень хороший состав по по людям в этих русских группах и как бы все сталкиваются с одними теми же проблемами типа ни у кого нет банковской карточки какие-то вопросы там получения здесь виз документов пнж всего остального с каких самолетов нас с русским паспортом снимают через какие границы нам заездить как там что решить как вот эти все вопросы решаются ну русскоязычными как бы участниками русскоязычных комьюнити ну здесь в риге можно говорить по-русски ну то есть типа нельзя я там чувствую себя как никогда нежелательным с национальной точки зрения элементом со своим языком со своим паспортом но тем не менее как бы бытовом уровне ты можешь говорить по-русски и это все-таки сильно жизнь упрощает да у меня несколько близких мне людей тоже живут в риге и тоже уехали сейчас после начала полномасштабной войны и мы регулярно общаемся и я вижу как меняется отношение к этому отъезду то есть если сначала говорили мне ну это на месяц на полгода на год а также как мы здесь в украине думали надолго ли эта война сейчас уже два года и я звоню и уже ребенок пошел в садик и уже она учит язык и уже я вижу как они начинают думать о том может быть не в латвии еще куда-то поедут но тем не менее не завтра и не послезавтра они вернутся у вас с этим как вы все уехали уехали я понимаю что я не вернусь ну как бы даже если война кончится и даже если там после путину что-то начнется мне кажется что ничего хорошего начнется ну просто типа не из чего нет материала из которого там началось что-то хорошее а материал из которого бы началось что-то плохое там вот и в этом смысле плюс я думаю что первый год реально первый год войны у меня мысли о том что я могу поехать куда-то где мне будет хорошо и типа где меня ждут и где типа я кому-то друг буду нужен у меня не было таких как бы представлений сейчас может быть я чуть-чуть попроще как бы к этому отношусь там поспокойней вот а в первый год наверное часть второго латвия была таким ну как это мы тут говорим лимб что-то между мирами где ты можешь просто тихо как на чердаке на каком-то как бы находиться не там не тут как бы да это где-то что-то происходит но оно не здесь типа и ты как какой-то типа не знаю в лесу находишься в котором относительно тихо есть место для всех можно снять квартиру не за космические деньги потому что сюда не пускают русских как например в турцию там или они знают сербию или билиси где жить стало дороже вот и оказалось что я в общем наверное могу продолжать какую-то свою предвоенную деятельность ну типа там картины делать оставлять их в социальные сети продавать какая разница есть москвы это дело или из риги вот но это не про перспективы как бы да это про возможность просто выжить как один мой друг он в берлине сказал тоже уехал сейчас сказал чувствую себя насекомым который вот в янтаре знаете трудно планировать что-то когда ты вот так вот обездвижен этим временем в котором мы оказались этими событиями теперь про дубинопись поговорим вы этим занимаетесь мы покажем несколько ваших работ расскажите про них как как сейчас вообще дело идет что вы пишете я сейчас вот только из опуска вернулся в декабре последнюю картину сделал перед самолетом и улетел продолжаю бить холсты год не бил после войны примерно а потом подумал понял что еще не все побиты да еще можно серию продолжить с одной стороны есть как бы медийная история да там искусство которое ультра актуально да а с другой стороны есть темп жизни у художников когда они свою серию десятилетия нарисуют тихоньку вот я чувствую что переключаюсь на скорости на такие когда есть серия я с 19 года рисую бил мне казалось что нужно что-то менять с начала войны что я типа не могу делать то что раньше делал я ничего не делал вот какой-то момент ну как-то успокоился настроился на то что делать то что делал раньше и я так чувствую глядя вокруг на своих коллег что многие из них в общем тоже как как-то пришли к тому что просто надо продолжать то что делал я сам с собой договорился я продолжаю у меня сейчас просто немножко сменилась как бы тематика я вижу что там вот за последний год но я пришел каким советским символом там звезды красный серп и молот тому чего я раньше нет не касался совсем то есть меня советское как бы наследие вообще не беспокоил мне захотелось какой-то момент нарисовать красную звезду я подумал че вообще почему мне не было красной звезды дубинками побитый ну то есть не дубину как бы холста побитого на котором приступил след как такого красной звезды символа который после войны ну а я думаю вся советская символика после начала войны заиграла ну какими-то своими новыми или старыми зловещими зловещей аурой голубь у меня последний голубь последний да голубь это декабрьская да вот и перед ним еще пушкин был вот мне пока попасть почувствовалось что как бы я начал вся эта серия с дубинками она была про то как какие-то российские символы получаются вот от побития холста палкой да там то триковор сначала я орел гугла и прочие такие штуки вот я подумал что пушкин наверно тоже в этом ряду нормально посмотрелся он все-таки и действительно с одной стороны его российская власть пытается использовать в пропагандистских всех своих делишках то он пушкин у нас на выборы зовет за изменение конституции голосовать а еще что с одной стороны с другой стороны в мариуполе его портрет на театре был это мне кажется одно из самых страшных осквернений которые они сделали с русскими писателями это вот эти портреты в мариуполе конечно ну вот как бы да он же в общем при жизни тоже был такой и в ссылках сидел как куда и в опале вообще находился и хранить чего не давали нормально а голубя зачем побили голубь мира зачем у нас нас мир сейчас как бы у нас сейчас в мире что происходит все рвутся воевать как бы на одной войне на другой войне которые газе происходят как бы у всех есть причины для продолжения войны для мира причин особо как бы находятся к сожалению пока поэтому голубь пробит тоже а у вас там выставки есть артем планируете вы их с одной стороны выставки какие-то есть вот сейчас сейчас идет выставка в амстердаме хотя у меня фактически работы были довоенные оказались в амстердаме по логистике было удобно их туда отправить в риге выставок неделю я хожу тут на здесь есть выставки и как бы московский галерист сюда один перебрался делал выставку и местные галереи проходят выставки русских художников просто мне кажется этот формат немножко он и в россии был но под вопросом смысл по смысл именно в таком формате про представлять свои работы вот и меня как-то не особо им интересовался то есть я делаю по одной работе показываю в социальных сетях не успеваю накопить на выставку а потому что стараюсь сразу их как-то от них избавиться продать чтобы не таскать с собой потому что ну а как с самого без как бы постоянного дома какого-то да вещей с собой можешь взять ограниченное количество еще с собой картины так сказать вот не хотелось бы поэтому поэтому у меня формат такой что я не успеваю набрать на выставку наверное можно было бы это сделать но опять же непонятно москве на нее пришло бы какое-то количество наверное людей в риге на нее придет и посмотрит десятки людей скажем да у нас же есть интернет спасибо артем спасибо такие непростые времена я желаю вам вдохновения работаете вы талантливый очень человек спасибо спасибо и вам вам желаю мира спасибо большое это был художник артем лоскутов посмотрите его работы можете подписаться на него в социальных сетях и обязательно подпишитесь на наш аккаунт в ютюбе делитесь этим видео оставляйте комментарии под этим интервью я прощаюсь с вами до встречи через неделю берегите друг друга и берегите украину